Можно я вопрос такой наивный задам? Мы все видим, что происходит у наших соседей в России, в Кыргызстане, и там как будто бы очень субъективно обстановка с медиа, обстановка с законодательством в области медиа становится все хуже и хуже. Ну, по-моему, законы о СМИ в России не вносили никаких изменений, но законы, которые рядом и которые касаются гражданского общества, то там просто какие-то совершенно жуткие законы. Ну и в общем и целом обстановка хуже. Вот вопрос. Как бы вы оценили по такой шкале от 1 балла до 100 свободу слова в Казахстане? Есть она у нас или нет? Ну, вот я там, не знаю, по мне так, ну, 65, а в России 30, а в Кыргызстане 50 сейчас. Если я поговорю про кыргызский закон о СМИ, интересный момент. Выявили плагиат. 80% списались с российского закона. Почти чуть ли не 90%. В Кыргызстане? Да-да-да, там Шумгам скандал из-за этого был. У нас сейчас лучше, чем в России и в Кыргызстане. По ощущениям, по моим, вот я возьму на себя ответственность. Да опять сравниваешь как-то с худшими вариантами, а мне тебе это не нравится. Ну, значит, Туркменистан сравнивает. С соседями я сравниваю. Да, с Северной Кореей сравнивает. По Северной Корее мы вообще почти Швейцария, там, не знаю, там, Швеция, там, и в США, да, в плане свободы слова. Не, ну, Досом, ну, мы между Кыргызстаном и Россией, ну, надо с кем-то сравнивать. И я соглашусь вот с процентной ставкой, что в Казахстане свобода есть, то есть мы пишем свободно, нет такого, да, там, я не знаю, вот как... Ну, за исключением маленьких моментов. Есть моменты, есть нюансы, и всегда есть читатели, которые из среды, они недовольны чем-то, ну, то есть не читатели, скорее всего, а если пишешь о ком-то, ну, давайте скажем, там, о бизнесе. Мы пишем о бизнесе. Если ты пишешь о бизнесе, всегда есть какие-то желающие пиарщики, которые хотят внести какие-то корректировки, которые, по их мнению, там, как-то не совпадают. Всегда такое было, есть и будет. Но, опять-таки, когда ты говоришь, окей, где мы ошиблись, вы дайте нам расклад, где мы ошиблись, и если мы совершили ошибку, естественно, как бы мы внесём правки. Но, как правило, никогда никто не возвращался, потому что материал абсолютно свободный, объективный, со всех сторон рассмотренный и напечатанный. Ну, то есть, как бы, есть мнение субъективное, есть мнение объективное, и мы стараемся делать объективную журналистику, чтобы давать её со всех сторон, да. То есть, если мы даём, пишем о каком-то бизнесе, то мы, соответственно, пишем и у него возьмём, и у потребителя возьмём, да, какие-то комментарии. То есть, вы же помните, самое главное правило журналистики – это несколько мнений, в первую очередь, и экспертное в том числе. Ну, то есть, надо просто придерживаться канонам и стандартам журналистики. Я добавлю, да, очень кратно насчёт мошенников. Структуры государственной власти их тоже немало. Под красивыми лозунгами столько всяких схем было, да, за счёт наших денег. Вот, отчёты там, высшая аудитовская палата, почитайте в конце года, да. Не целевое использование, не фиктивное использование, деньги пошли ни туда, ни сюда, да. Покупай там какие-то там пепельницы за миллионы тенге и прочее, да. Вот. Но важный момент. Вот ты задал вопрос, Гаврин, да, по каким индикаторам ты предлагаешь определять свободу слова? Что? Количество СМИ? Ну, в принципе, там у нас их много вроде бы, да. Это не индикатор. В принципе, там, возможно, и в России их тоже немало, да, и там в других странах. Может, в Туркменистане и больше, чем в Казахстане, да. Ну, сколько журналистов сидят в тюрьмах в количественном плане? Тоже индикатор, да. Цензура есть? И либо самоцензура, вот важный момент, самоцензура. Формально здесь нет, у нас, условно, там в системе какой-то цензуры, вот где вот сидят, но самоцензура страху журналистов существует. Я думаю, вот если по этому индикатору, что в Казахстане там самоцензура, мы там от 0 до 100, да? Да. Сто это вообще жуть? Сто это Швейцария. А Стоит Швейцария, да? Тогда, если с точки самоцензуры, у нас, по-моему, 20-30 процентов. Со самоцензура у многих сейчас сидит. Они даже могут, опять же, там, в какой-то степени не сталкиваться напрямую с репрессиями. Но вот этот страх сказать не то, напечатать не это, да, сделать не это, а вдруг потом прилетит. А вдруг мне перережут денежное финансирование, да, пока закажут, да. А вдруг мне там придут там с финансовой проверкой. Это сидит. Вот если по этому индикатору брать, то это там 20-30 процентов. Если по другим индикаторам, то, может быть, чуть повыше. Понимаешь? То есть это все зависит от конкретики, по каким определять. Ну, я вас хочу в этом плане поддержать, как человек, вот тоже обладающий информацией в этом смысле. Да, я абсолютно согласен с самоцензурой, когда обыватели говорят, ну, вы же журналист, у вас там кто-то сидит, отправляете документы. Я все время говорил, да мы никакие статьи, никакие сюжеты, никакие документы никому не отправляем на утверждение. Нет вот этого главлита или, вот как это называлось в Советском Союзе, вот этих цензоров, официальных цензоров. Это всегда внутри шеф-редактора, внутри главреда, и он четко знает, в какой редакции он работает, кто хозяин, и что тут давать, и что не давать. Ну, это большая проблема, это досталось нам, вот, а может, это всегда было. Хотя я вот смотрю, для меня пример Дуванов. Дуванов пример в телевизионной журналистике. Нет, в начале 90-х годов в казахстанской тележурналистике такого не было. Вообще они говорили такие вещи, которые и должны говорить журналисты, и не оглядывались ни на какие авторитеты, ни на какие. Вот. Кстати, в законе о СМИ, там цензура, вот, Сергей, там цензура будет в законе о СМИ, но там чувствуется прямо... Ну, нет, конечно, слушайте, цензура Конституции запрещена. А вот эти особые условия якобы, потом журналист должен работать, там это осталось или нет? Нет, вот это убрали. Убрали, конечно. Но есть, вот, кстати, осталось, знаете, вот никто пока не говорит, в обязанностях журналиста есть нормочка, которая говорит, что соблюдать правила вот на этих стратегических объектах. Допуска, например, там фотографирование и так далее. К стратегическим объектам относятся все там аэропорты, вокзалы, все эти автодороги, я не знаю, там все эти почта и так далее, да, куча там, много чего написано в гражданском кодексе. Так вот, если этой нормы нет в сегодняшнем законе, да, потому что тоже часто, вот, допустим, фонд там к нам, да, прилетает от журналистов, что нас не пустили в Акимат там, да, нам не разрешили фотографировать там-то, нам там не... Мы тут же там публикуем всегда об этом, да, там статистику вносим, нарушения, нарушения, и как бы, ну, боремся с этим, да, подождите, а почему не разрешили, да, это стратегический объект. Ну и что, что стратегический объект? Где написано, что на стратегическом объекте там в аэропорту нельзя фотографировать журналисту, да, или ему нельзя пройти в Акимат, да, написано, имеет допуск, да, журналист, его должны в любую организацию запускать. Так вот сейчас хотят сделать вот это как раз новое ограничение, что внутри этих стратегических объектов, а это все госорганы, все квази-государственные, все эти нефтяные и прочее, все моментально, все скажут, нам допуск запрещен, да, только по специальному разрешению самого высшего руководства фотографировать нельзя, звукозапись нельзя, это нельзя, и вот вам огромнейший пласт сразу же ограничений для журналистов будет, да, и вот это новое, например, вводят сейчас. Я такой небольшой кейс расскажу, но меня на самом деле это очень сильно поразило, мы в Украину ездили весной, ну, долго получали на самом деле аккредитацию, там проверяли нас, это служба беспеки, безопасности наверняка там все проверяли, кто мы, что мы, но для меня самое удивительное, что когда мы получили аккредитацию, заезжали через Польшу, у нас на территории Украины, а мы там были почти 3 недели, вообще не было никаких проблем. Мы, ну, подъезжали вплотную к Днепру, были в Херсоне, в Харькове, в день приходилось проезжать 5-6 блокпостов, и это не потому, что они, там была какая-то разнарядка, так, вот этих казахов везде пускать, пусть они там расскажут там правду какая-то антироссийская. Нет, на самом деле, меня поразило уже другое отношение к СМИ, к журналистам, и к вот этой аккредитации официальной, которую мы получили, от каждого солдата, от каждого полицейского, четкое было понимание, что можно, а что нельзя. Иногда люди подходили, иногда спрашивали, а что вы снимаете, мы объясняли, все, никаких проблем. Чисто в военных целях. Чисто в военных целях, в целях безопасности, мы снимали вот в Херсоне прямо у реки, просто он подошел, сказал так, очень жестко, кстати, сказал, ребята, давайте отсюда, у вас тут снайперы, вот. Я просто сравниваю это с нашим таким центрально-азиатским, где каждый полицейский считает себя огромным начальником. Даже если ты снимаешь маленькое ДТП, прибегают тут же 10 человек в форме, делают оцепление, создают огромный движ, тут снимать нельзя, ты что, камеру в ту сторону, камеру в эту, и все специалисты, все знают, что тебе ничего нельзя снимать. Но это работает ровно до того момента, пока вот этим всяким разным спецподразделениям, скажем так, или людям, которые считают, что они вот должны охранять какое-то событие от того, чтобы его осветили, это происходит ровно до того, как не запахнет жареным. Как только пахнет жареным, все они снимаются, ну, мы снимали и в Кантар очень активно, ну, не будем сейчас критиковать, это такое дело тоже, разговор сейчас не об этом. Но, в принципе, стало понятно, когда, что, как, и в те дни, 6-7 дней мы снимали вообще вопреки всем законам. Законы, которые вроде бы должны, с одной стороны, и ограничить где-то, а с другой стороны, и нас защитить, в те дни вообще не работали, снимали на свой страх и риск. Ну, вот, Сергей, давайте мы поговорили о недостатках мира, к вам тоже вопрос. Что нужно внести, раз уж закон есть, раз уж мы не можем ограничиться поправкой в Конституцию, как в Соединенных Штатах Америки, если закон есть, какие нормы нужно принять для того, чтобы жизнь наша стала лучше? Нужно что-то изменить? Надо исполнять. Вот, смотрите, вот самое простое, вот это 158-я статья Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Она не работает, фактически. То есть, единичные случаи, когда возбуждают дела, и еще меньше там в десятки раз, когда они доходят до суда и кого-то привлекают к ответственности. И абсолютно нормальная реакция государственных органов, правоохранительных органов, что какой-нибудь там охранник там вот так вытолкал журналиста там, ну и что? Ну, не в тюрьму же его сажать, не по статье же возбуждать, да? Полицейский запретил снимать, да? Что сделал? Воспрепятствовал журналисту. А имел право полицейский запретить снимать? Нет, оказывается, не имел, да? Смотрим в закон, не имел права, да? Так он воспрепятствовал журналисту? Воспрепятствовал. На полицейского надо заводить дело? Да вы что? Да блин, он же вроде старался как бы по-нормальному все действовать, да? Его за это сейчас к уголовке привлекать? Нет, не надо. И вот так вот постоянно, да? И поэтому журналист никакой защиты не получает. И спрашивается, а что внести? Вот вы говорите, Мир, надо там что-то по этим, по кибератакам что-то внести. Что там вносить? Дело надо возбуждать и расследовать. То есть правоохранительная система должна найти тех, кто делает вот эти кибератаки. Они получают за эту заплату. Да. За счет нас, налогопительщиков. Это работа. Усовершенствовать методику, как находить. Вот вы говорите, кто-то там может определить, а кто-то не может. Вот в МВД должны быть суперквалифицированные мастера, которые должны моментально определять, откуда идет. Когда они захотели, они же этого Клебанова там вытащили. Захотели, потому что у них там первоначальная мысль-то была, что это, по-моему, против Нового Казахстана. Лупят, они же даже писали об этом. Вот, и моментально проохранительная система, шестеренки все закрутились. Да, все мысли там сразу же, да, сумели его выманить, да, что он прилетел сюда. Да, все сделали. Очень классно. И сначала все вычислили четко, да, все установили. То есть могут. На самом деле могут, если захотят, да, если будет команда, если скажут, что вот так надо работать. Но никто не говорит. И они не работают, и им говорят, да и не надо, да, пусть они там повякают, журналисты, и заткнутся. И другим пример будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!